Добрый день! Сегодня в студии Шмидт Валерий с обзором итогов прошедшей недели. В сегодняшнем выпуске Милош Демонов встретился с учащимися средней школы Корловарского края и ответил на их вопросы. В субботу 11 января в медицинском центре Шиба скончался бывший премьер-министра Израиля Ариэль Шарон. Автомобильный концерт «Шкода Ауто» продал в прошлом году почти 1 миллион автомобилей. Для российских туристов может быть ослаблен визовый режим. В Праге в седьмой раз будет проходить фестиваль японской культуры и кино. Об этих и других новостях в сегодняшнем выпуске. Время поездки по Корловарскому краю президент Милош Демонов встретился с учениками средних школ и ответил на их вопросы, касающиеся в основном трех тем. Глобальное потепление, амнистия и поездка на Олимпийские игры в Сочи. На вопросы о глобальном потеплении Милош Демонов ответил кратко, пояснив, что он не специалист, однако проявил эрудицию в этом вопросе. По поводу амнистии президент пояснил, что он против объявления амнистии на стадии досудебного разбирательства. Далее Зимон подтвердил, что он едет на Олимпиаду в Сочи, поскольку считает невозможным рассматривать Олимпийские игры как политическое мероприятие. Он напомнил о ситуации, когда страны Восточной Европы отказались от посещения Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Президент коснулся политических вопросов, в частности, преимуществ прямых выборов президента страны. Раньше назначение президента было в руках нескольких десятков депутатов. Теперь решения принимают 8 миллионов граждан. Их нельзя подкупить, денег не хватит, заявил Зимон. В субботу 11 января в медицинском центре Шиба после 8 лет комы скончался один из самых неоднозначных политиков, генерал-майор и бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шаром. Ариэль Шейнерман родился 27 февраля 1928 года в поселке Квармаляль, куда его мать и отец, уроженцы Республики Беларусь, эмигрировали из России. Он учился на агронома, состоял в подпольной армии Агана и в 1948 году после разглашения государства Израиль ушел на войну за независимость Израиля против коалиции арабских государств. Расков правящей партии, внеочередные выборы лидера партии Ликут, выигранные с большим трудом, подорвали его силы. 18 декабря 2005 года Ариэль Шарон был доставлен в больницу Адаса-эн-Керен в Иерусалиме, где ему поставили диагноз микроинсульт. Через три недели он был госпитализирован вновь, на этот раз с обширным инсультом. Врачи ввели Шарона в состояние искусственной комы, в котором он находился 8 лет и 7 дней. 2 января наши израильские коллеги сообщили, что по просьбе сыновей Ариэль Шарона, Гилада и Умри, медперсонал прекратил медпроцедуры, направленные на продление жизни их отца. Однако Ариэль Шарон по-прежнему был подключен к аппаратам, поддерживающим его жизнь. 11 января человек, прошедший путь от бойца спецназа до премьер-министра, умер. Оппозиция Таиланда начинает блокаду столицы страны город Бангкок. Накануне вечером протестующие во главе с лидером оппозиции Сутепом Тау-Кускубаном начали перекрывать главные улицы города, стремясь создать транспортный коллапс. В планах оппозиции также обесточить правительственные здания. При этом оппозиционеры, добивающиеся от ставки премьер-министра страны Иглак Чинават, указывают, что их акция исключительно мирная. Полиция заявила, что в случае обострения ситуации готовы ввести в столицу режим чрезвычайного положения. Мы следим за ситуацией и настоятельно рекомендуем не посещать Таиланд до момента выяснения политической ситуации в стране. Российский экспобанк приобретает чешскую дочернюю компанию германского Ландесбанк Баден-Вюртенберг, нацеливаясь на обслуживание состоятельных клиентов Чехии и внешнеэкономическом бизнесе. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2014 года после получения одобрения регуляторов. После кризиса 2008-2009 годов, когда озабоченные собственными проблемами иностранные игроки покидали Россию, владелец экспобанка Игорь Ким и его партнеры приобрели контрольные пакеты дочерних банков британского Барклайс, американского Морган Стэнли, испанского Сантандер и немецкого Вест ЛБ. Игорь Ким, за плечами которого более 20 сделок слияния и поглощения, заявил, что ему интересен банковский рынок Европы и Чехии в частности. Мы планируем сфокусировать банк для обслуживания и развития внешнеэкономических сделок и бизнеса между Россией и Чехией. Сумма сделки оценивается в пределах 2,5 миллиардов крон. Из-за растущего уровня безработицы все больше чехов опасаются потерять свою работу. Лишь 22% опрошенных заявили, что не боятся потери рабочего места. Опрос в очередной раз подтвердил тенденцию, что мужчин при выборе работы больше заботят размер оплаты труда, а для женщин важнее отношения с начальством и коллегами. Лишь 15% опрошенных доволят своей зарплатой, 43% ею недовольны. Также работники смотрят на наличие разных бонусов и премий, в том числе и талонов на бесплатное питание. Интересен тот факт, что 40% опрашенных берут отпуск, на который имеют полное право. По последним данным в декабре в Чехии было 597 тысяч безработных, что на 51 тысячу больше прошлогоднего показателя. Качество свободных вакансий наоборот сократилось на 6%. На одну вакансию приходится до 17 кандидатов. Автомобильный концерн Skoda Auto продал в прошлом году 920 тысяч автомобилей, что на 18,5 тысяч машин меньше, чем в позапрошлом году. В первой половине 2013 года Skoda вводила на рынок новые модели, поэтому объемы ее производства были ниже. Во втором полугодии уровень продаж возрос и в декабре был достигнут самый высокий результат – 70 тысяч проданных авто за месяц. Это почти на 6% больше в межгодовом сравнении. В будущем Skoda собирается увеличивать продажи. До 2016 года в течение каждых 6 месяцев автоконцерт будет предоставлять новую или доработанную модель. В прошлом году известный автопроизводитель выпустил на рынок 8 новых или обновленных моделей. Выставка Expo, намеченная на 2015 год, пройдет в Милане. Павильон, предоставленный на выставке Чехии, будет построен из жилых блок-контейнеров. Подобные контейнеры используются как временное жилье, склады, будки для охранников и торговые киоски. Сегодня блок-контейнеры набирает все большую популярность. Из них строят большие современные дома со всеми удобствами для долговременного проживания. А в чешском городе Бенишев из контейнеров построили современную школу. Подобный вид строительства экономит время, деньги и не вредит окружающей среде. Напомню, что в 2010 году чешский выставочный павильон имел особую популярность. Он оказался единственным павильоном, который после выставки удалось продать. Стоимость павильона этого года оценивается в 70 миллионов крон. При павильоне будет создана зона релаксации, бассейн и бар. Европейский союз остановил выплату дотации для Чехии более чем на 100 миллиардов крон. Комиссия обнаружила серьезные проблемы, связанные с механизмом использования средств. Пока чешское правительство не решит их, никакие новые проекты в стране не получат финансовой поддержки Евросоюза. За работу над новыми проектами отвечает Министерство промышленности. Еврокомиссии не понравилось, что в 2009 году Министерство перепоручило контроль над новыми проектами экономической палати. Дело в том, что члены палаты владеют собственными предприятиями, поэтому они могут использовать европейские деньги в своих интересах. С 11 января этого года новым главой Православной Церкви Чешских земель и Словакии стал архиепископ Ростислав в миру Андрей Гонд. Православная Церковь Чехии и Словакии сегодня насчитывает порядка 100 тысяч православных христиан. Хоть Чешская Православная Церковь и немногочисленна, православие в Чехии остается единственной конфессией, которая продолжает расти. Долгое время, с 2006 по 2013 годы, представителем Православной Церкви был митрополит Христофор в миру Радим Пулец. Однако в 2013 году чешский телеканал «Нова» выпустил сюжет, в котором обвинил митрополита Христофора в нарушении обета безбрачия. На заседании Священного Синода Православной Церкви митрополит Христофор подал прошение об увольнении занимаемой должности. Теперь эту должность занимает 35-летний архиепископ Ростислав. Для российских туристов, приезжающих в Чехию, лечиться на курортах может быть ослаблен визовый режим. Об этом во время поездки по Крыловарскому краю заявил президент Чехии Милош Земов. Я с удовольствием узнал, что нынешний министр иностранных дел Ян Когол готовит систему так называемых мультивиз. Однако глава государства не сообщил никаких подробностей о подготовке предстоящих изменений визового режима для туристов из России. Президент Земан совершил трехдневную поездку по Крыловарскому краю Чехии, известному своими источниками целебных горячих минеральных вод, где ежегодно отдыхают и лечатся сотни тысяч россиян. Общая медицинская страховая компания ВЗП обнаружила за последние несколько месяцев серьезные нарушения в использовании рецептов стоимостью в сотни тысяч, а иногда и миллионы крон. В одном из случаев ВЗП обнаружила врача, который выписывал фиктивные рецепты, о существовании которых пациент даже и не знал. Сотрудничая с владельцем аптеки, врач нанес ущерб в размере полтора миллиона крон. Компания продолжает собственное расследование и намерена обратиться в полицию. Другие страховые компании также сталкиваются с подобной проблемой. Врачи, пользуясь своим положением, выписывают рецепты, заявляют о проведении фиктивных осмотров, обследований и многого другого. Для обычных пациентов это ничем не грозит, так как все расходы оплачивает страховая компания. Тем не менее, страховые агенты советуют проверять своих врачей на добросовестность, дабы не пришлось в последующем проводить долгое расследование и доказывать свою непричастность к мошенничеству. Согласно закону клиенты, вправе совершенно бесплатно запросить выписку оказанных услуг за последний год. Кроме того, некоторые страховщики переходят на онлайн информирование своих клиентов об оказанных услугах. С необычной инициативой выступили бездомные Праги. Уже в конце этого года они рассчитывают открыть дешевый ресторан, где клиентов угощали бы традиционными блюдами чешской национальной кухни. Поддерживает акцию общественная организация «Как дома». Поварами, а точнее поварихами в новом заведении пражского общепита станут несколько женщин с кулинарным образованием, живущие в настоящее время в приютах для бездомных. Чтобы сократить расходы на аренду помещения для будущего ресторана, его смогут разместить на борту одного из теплоходов, курсирующих по Волтаве в пределах городской черты. Основными посетителями смогут стать туристы, которым интересно познакомиться с чешской национальной кухней. Особый упор будет сделан на вегетарианские блюда, поскольку продукты для них, особенно осенью и летом, можно купить по низкой цене. Если идею создания ресторана удастся реализовать в срок, часть продуктов будет поступать и в приюты-ночлежки для раздачи тем, кто не только не может позволить себе пойти в обычный ресторан, но даже не имеет нормальную крышу над головой. В субботу пражский метрополитен наполнился полураздетыми людьми. Международная акция «Поездка в метро без штанов» проводится в мире с 2002 года. Стартовала она, когда группа молодежи из семи человек, вероятно изрядно выпив, решила вдруг снять в Нью-Йоркском метро штаны. Так и зародилась эта традиция. Данная акция проводится каждый год в 60 городах мира. В Нью-Йорке в прошлом году в метро проехалось более 4000 безштанных пассажиров. Среди чехов эксгибиционисты не так многочисленны. В акции, прошедшей в субботу, приняло участие всего около 60 человек. Полуголые чехи катались по зеленой и желтой линиям метро. Трудно сказать, что хотели донести до общества участники акции видом своего исподнего, но большинство из них заявило, что основным мотивом снять штаны для них послужило желание привлечь к себе внимание. Компания Student Agency купила у австрийской государственной железнодорожной компании 45 модернизированных вагонов. В планах компании использование новых вагонов на трассе Прага-Острава жили на Словакии. 27 из них – вагоны первого класса. Поставленные вагоны благодаря модернизации являются одними из лучших в стране. Вагоны Regio Jet содержат кондиционеры, внутриотделанные имитацией дерева, могут ездить на скорости до 200 км в час. Несмотря на относительно высокое качество, летом у аналогичных вагонов часто возникали проблемы с кондиционерами. Компания не планирует увеличивать количество существующих поездов, вместо этого составы станут длиннее, тем самым увеличится количество мест. Датские студенты, которые в прошлом году в Праге стали виновниками множества инцидентов, снова приедут в Чехию проводить каникулы вторую неделю февраля. По предположениям посольства Дании, в Прагу может приехать около 10 тысяч студентов, практически столько же, сколько и в прошлом году. В чешской полиции считают, что кроме неспокойных датчан, в Прагу на каникулы могут приехать и молодые шведы. В прошлом году в феврале пражским полицейским пришлось разбираться с десятками инцидентов, когда пьяные датские студенты устраивали драки или крушили номера в гостиницах. В столицу Чехии датчан привлекают специальное предложение туроператоров со скидкой и дешевое пиво. По данным посольства, в прошлом году около 30 граждан Дании оказались в больнице, 6 были задержаны в связи с проявлением насилия и сопротивлению полиции. Врачи чешского города Злин удалили 47-летней женщине опухоль весом в 36 кг. Врачи не понимают, почему женщина ранее не обратилась за медицинской помощью, позволив доброкачественному образованию вырасти до таких размеров. Из-за опухоли пациентка практически не могла двигаться и все время проводила в постели. Операция продолжалась 7 часов, во время нее у женщин началось сильное кровотечение. Чтобы сохранить жизнь пациентки, врачи использовали 20 упаковок плазмы и сделали 25 трансфузий крови. Подобная операция является уникальной в Европе и США, таких случаев не было. 79-летняя женщина в прошедшую пятницу стала жертвой невнимательности водителя пророжского трамвая. Когда она заходила в вагон на остановке Пальмовка, двери неожиданно закрылись. В результате трамвай протащил женщину на расстоянии около 200 метров. Врачи скорой помощи, прибыв на место происшествия, обследовали пострадавшую. Затем, погрузив ее в искусственный сон, медики доставили женщину в больницу на виноградах. Пенсионерка получила множественные тяжелые ранения, в том числе и перелом тазовой кости. Второй подобный случай произошел также в минувшую пятницу. Около трех часов дня на остановке Элитенской намности 90-летний мужчина получил серьезный ушиб головы, после чего его перевезли в центральную военную больницу. В офисе чешской фирмы по производству бассейнов «Альбиксон», расположенной возле города Бирон, произошел крупный взрыв. При взрыве погиб соряд трехлетний сотрудник, который получил на месте тяжелые ранения. Еще два человека получили травмы разной степени тяжести. В офисе компания взорвалась полученная ранее посылка. Точную причину взрыва пытаются выяснить полицейские. Пресс-центр спасательной службы сообщил, что информация о взрыве поступила по горячей линии в 10 часов 40 минут утра. На место сразу прибыли машины скорой помощи и спасатели. Один человек погиб еще до приезда врачей. Молодая женщина была тяжело ранена в область живота и груди, а также получила ожоги лица. Вертоветом женщина была отправлена в клиническую больницу «Матол». В рамках фестиваля японского кино и культуры «Эгасай», который будет проходить в Праге в седьмой раз в Пражском кинотеатре «Люцерна» с 22 по 28 января, будет подготовлена богатая культурная программа. Главные темы – шиноби, ниндзя, олимпийская Япония и японцы и спорт. Билеты можно приобрести как на серию мероприятий, так и на отдельные программы. Например, на практическое ознакомление с техникой японского боевого искусства, музыкальный хэппининг под барабаны тайко или мастер-классы по различным художественным ремеслам. В Манаболе-Славе музея «Шкода Ауту» открылась выставка одного из самых известных чешских деятелей искусства – Давида Чернелла. На ней предоставлены его новые скульптуры. Посетители смогут увидеть отдельные события из чешской истории и культуры на бронзовых островках. Первые шесть объектов выставили под названием «Чешский вертеп». Будут демонстрировать в Младоболе-Славе до конца апреля. Затем в музей должна поступить коллекция из следующих шести моделей. Всего Черны сделал 14 тематических скульптур, две из которых были украдены несколько лет назад. Коллекцию мастер создавал вместе с десятками коллег для компании «Шкода Ауту» в связи с выставкой «Экспо-2000» в Ганновере. В павильоне «Шкоды» бронзовые объекты вместе с другими инсталляциями чешских скульпторов должны были представить страну. В Чехии эта коллекция экспонируется впервые. В Прагу впервые приехал всемирно известный писатель, автор «Кода да Винчи» Дэн Браун. Американский писатель проводит в Чехии отпуск. Он активно посещает пражские достопримечательности, собор Святого Вита, подземелье под Старомецкой площадью. Побывал он и в романских подвалах под Старым дворцом в Пражном Граде. Если Браун сделает право местом действия своего нового романа, тогда популярность в чешской столице сильно возрастет, считают представители издательства «Арго», которое издают в Чехии книги Брауна. Сам писатель, как рассказывает, удивлен, что в Праге его никто не узнает и не фотографирует. Поэтому он может спокойно гулять по пражским улицам без телохранителей. До 18 января на Вацлавской площади можно посмотреть на новую форму чешской сборной по хоккею, замороженной в ледяных прямоугольных глыбах. Именно в такой форме чешские хоккеисты будут выступать на Олимпийских играх в Сочи и на чемпионате мира по хоккею, который по планам должен состояться в следующем году в Праге. Каждая ледяная глыба весом около двух тонн изготавливалась по специальной технологии, когда вода специально фильтруется и медленно замораживается, отчего ледяной блок получает особые свойства и долго не подвержен таянию. Производство такого блока занимает по времени около шести недель. Хоккейный групп Лев Прага продолжает успешный тур в континентальной хоккейной лиге. После победы над Новокузнецким металлургом со счетом 3-2 в среду львы одержали сокрушительную победу над Владивостокским адмиралом со счетом 4-1. Матч с адмиралом показал высокий профессиональный уровень чешских хоккеистов. Единожды они допустили ошибку в обороне, за что были наказаны гостями из Владивостока. Первые два гола были реализованы в числом превосходстве, а последний гол Джастин Азеведу забил всего за 3 минуты до конца игры. Победа над адмиралом стала четвертой из серии игр и сейчас Лев занимает третью позицию в западной конференции. Следующий матч пройдет 19 января с командой Сибирь из Новосибирска. И в конце нашего обзора несколько интересных фактов, произошедших в истории в этот день 18 января. В 1825 году в Москве открылось новое здание Большого театра, построенное архитектором Бове на месте сгоревшего Большого Петровского театра. В 1871 году провозглашена Германская империя. Первым императором стал прусский кайзер Вильгельм I. В 1911 году американский пилот Юджин Элай в бухте Сан-Франциско совершил первую в мире посадку самолета на корабельной палубе крейсера Пенсильвания. В 1934 году английскую полицию снабдили первыми карманными рациями, по которым передавали сведения о совершенных преступлениях. В 1936 году умер Джозеф Ридер Киплинг, английский писатель и нобелевский лауреат. В 1964 году американские врачи впервые призвали Конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках сигарет предупреждения об опасности для здоровья. В 1969 году астрономы Аризонского университета впервые обнаружили пульсар. Как всегда по традиции, закончить наш сегодняшний выпуск я хочу фразы недели. Самая большая слава в жизни состоит не в том, чтобы не упасть, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. А мы желаем всю следующую неделю уверенности в себе и спокойствия духа. С вами был Шамид Валерий с обзором итогов за прошедшую неделю. Представляем очередную участницу конкурса. Милые девушки, дерзайте и пробуйте свои силы. Это шанс стать телеведущей. Пусть ваша мечта станет реальностью. Прогноз погоды подготовлен при поддержке дизайн-студии «Царица Тамара». «Царица Тамара» – мебель в вашем формате. На следующей неделе в Праге ожидается пасмурная погода. Влажность до 95%. Атмосферное давление 738 мм ртутного столба. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 7 и днем от 5 до 9 градусов тепла. Ветер южный и юго-восточный, умеренный до 2 метров в секунду. В Карловых Варах также ожидается пасмурная погода. Влажность 97%. Атмосферное давление 705 мм ртутного столба. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 5 и днем от 3 до 7 градусов тепла. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. Пасмурно. На следующей неделе в Бно, как и на большинстве территории Чехии, будет пасмурно. Влажность до 100%. Атмосферное давление 738 мм ртутного столба. Температура воздуха ночью от плюс 1 до плюс 8 и днем от плюс 4 до плюс 10 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный до 5 метров в секунду. Возможен небольшой дождь. Следующая неделя в Плзне ожидается холодной. Влажность до 100%. Атмосферное давление 725 мм ртутного столба. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 5 и днем от 4 до 8 градусов тепла. Ветер южный до 2 метров в секунду. Пасмурно. Выпадение небольших осадков. С дизайн студии «Царица Тамара» погода в вашем доме всегда будет благоприятной.